Актер невероятной харизмы Времени молодая семья переехала в Одессу, однако Володя на каникулы всегда приезжал бабушкой с дедушкой в Егоровку. Окончил школу в 41-м, в этом же году ушел на фронт, прошел всю войну, получил тяжелое ранение, после которого всю жизнь хромал. Война не изменила мечты стать актером. Одесское театральное училище Актер Одесского драматического театра, в котором прослужил 10 лет. Он сменил несколько театров – Кемеровский, Горьковский, с трупой которого объездил весь Советский Союз. В 1968 году он решился переехать в Москву. Сначала выступал на подмостках театра имени Владимира Маяковского и только в 92-м году – драмтеатр имени Николая Гоголя. Сыграл в театре около 250 ролей, в кино – более 100. Начал сниматься с 47-го года. Трудно перечислить все работы актера в театре и кино. Работоспособность этого человека поражала. Он играл и снимался до глубокой старости. Даже в непростые 90-е Самойлом был востребован. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Был женат. Жена актрисы Надежда Самойлова. Ее называли его ангелом-хранителем. Эта женщина была единственной его любовью на всю жизнь. В 52-м году у них родился сын Александр. Когда у Надежды врачи обнаружили опухоль мозга, он приложил все усилия, чтобы спасти жену. Операция прошла успешно, но прогнозы врачей были неутешительны. Актрису ждала постепенная потеря памяти, а затем и рассудка. Она мечтала вновь выйти на сцену, но ее уволили из театра. В прессе писали, что в знак солидарности с любимой он тоже ушел из театра. Они прожили вместе 54 года. Самойлова не стало 8 сентября 1999 года. 75-летний актер умер на сцене во время репетиции короля Лира. В том же году совсем немного пережив мужа, умерла его жена. Сын Александр пошел по стопам родителей и тоже стал актером. Заслуженный артист Российской Федерации. Снимается в кино, несколько раз женат. Пятеро детей и есть внуки. Один из внуков решил продолжить актерскую династию. Субтитры создавал DimaTorzok